Всем привет, охотники-бандиты! Приветствую вас на моем канале! Сегодня я выехал прокатиться на Ниве, прогуляться по дороге, где мы ездили на Шестаки. Ссылку оставлю в всплывающей подказке сверху, вот здесь. Короче, походу это уже крайнее положение, куда можно доехать в данный момент. Конечно, бывалые любители внедорожья скажут, что внедорожье только начинается, но я вот вижу уже следы здесь, кто-то разворачивался. Кроме того, я вижу... Ну, на резине, ну такой, на хорошей разворачивались. Кроме того, я вижу следы человеческие, вот эти вот. Кто-то здесь ходил, нога не очень большая, размер 42-й. Похоже, дальше проехать невозможно пока. Дальше, по идее, надо ехать вот здесь вот проезжать. Сейчас прогуляемся, рюкзак возьму. И дальше ехать вот туда, в горку. Вверх дорога непонятно куда, но очень такая разбитая, я по ней на ниве ехать не рискнук. Потому что если я здесь останусь, застряну, это будет очень смешно. Пойду прогуляюсь по дорожке, которая еще не растаяла, вверх я не пойду. А вот по этой, по лесной, очень даже интересно. Видно следы, люди ходили, проверяли что-то, смотрели. Ситуация смешна еще и тем, что недавно я в интернете прочитал предупреждение от, не помню какого, Министерства природных ресурсов или от кого, что типа, сейчас просыпаются мишки, при походах в лес будьте дополнительно осторожны и лишний раз в лес не ходите. Естественно, мне сразу же захотелось сходить в лес. Немножко прогуляю здесь. Так-то на улице еще прохладно, сегодня утро. Утром было вообще плюс, ой, минус 10. Сейчас, конечно, потеплело, но... Знаете, сколько живности шевелится? Птички всякие летают в лесу, вообще красота. Видите, какой прекрасный лес у нас. Это же вообще произведение искусства. Лес, выросший на Коксе. Новенький, молоденький лес. Я с собой взял бензопилу. Вдруг где-то понадобится дорогу пропилить. А дорогу-то нигде и не надо пропиливать. Упавших деревьев практически нету. Ну, небольшие деревья встречаются, так по ним и проехать можно. Ничего страшного. Фух, что-то запыхался в горку идти. Березовый сок самое то собирать. Листьев еще нету, березки все вытаили. После зимы сосны, елки остались бледно-зеленые. Сейчас бы еще с охотничьим оружием прогуляться было бы гораздо веселее. Но сейчас сезон открыт с 1 апреля по 31 мая только на медведя. Что-то я не стал брать путевку на него. На него, когда не надо. То есть, когда надо охотиться с собаками. У меня собак нету. А когда не надо, он сам вылазит. Ну, давайте перейдем к следопытству. Пока здесь особо никаких следов пребывания дичи нету. Вот такие валяются. Деревца так по ним и проехать можно. Ничего особенного. Тишина, благодать. Какое сегодня? 6 или 7 апреля? Ну, не 5 точно. Может, 5. Весна. Очень ранее в этом году. Обычно у нас в апреле можно еще в этом на лыжах ездить. В апреле. Дальше-то поля вытаившие. Можно попробовать проехать, в принципе, здесь. Это если уж совсем сильно рубиться в горку. Да, поля дальше вытаившие. Вот это вот только сомнительно. То, что очень мокрая дорога. Где она будет проваливаться, неизвестно. Вот заметил вытаившее говно. Как вы думаете, кто это? Собака? Вроде шерсть оттуда не торчит, но какая-то структура странная. Похоже, что не собака. А какое-то дикое животное. Волк или кто это? Хрен его знает. Так-то вот старых следов нету. Все равно бы что-то осталось. Но опять же здесь прокатанная дорога. Но опять же они любят ходить по прокатанным дорогам. Такое ощущение, что здесь зимой ездили прямо активно. Это мой след. Это я здесь видел такое место хорошенькое. В прошлом году. А сейчас не могу вспомнить, где оно. Ну так еще, да. Наполовину лес вытаил. Наполовину местами еще и не вытаил. Где тут следы красивые, интересные найти можно. Вот еще какое-то говно-черное большое. Тоже явно звериное. Не человеческое. Надо потом подумать. Вот это место прямо невозможно проехать, наверное. Тут и яма. И так вот везде всяко. И снег лежит. Явно неспроста сюда нагребенный. Чтобы вон тюристы не ездили. Здесь за ветром хорошо припекает солнышко. Вчера вообще жарко было и позавчера тоже. Сегодня так. Хладно. Неуловимые движения вокруг. Всякие птички прыгают. Видите? Ручеек здесь бежит, а здесь еще ручейки замерзли. Вдоль дороги. И везде слышно, что жила природа. Прямо приятное такое ощущение. Вот здесь единственный минус у этой дороги. То, что ее промывают конкретно. Видите? Как промыл туда целый этот ручей. Бежал в яму. Это мы снимать не будем. Береза сломала сушину ветром. А в низине снег еще лежит. Пусть небольшой слой, но он есть. Вон какая-то осина поражена таким красным лишайником. Видите? Сейчас в последнее время у нас в Пьемском крае начались поражения этих хвойных деревьев. Ёлок в основном. Тоже какой-то поражает их жучок или что там, микроорганизм. И они краснеют и сохнут. Хвоя прямо краснеет. У нас пока вроде не добралось. Ёлочки стоят нормальные. Но это лучше видно, когда массив. Много-много ёлок. И вот среди них заметно больные. Следы собачьи. Небольшие собаки ходят. Так, вот собака прошла. Куда собака шла? Непонятно, куда собака шла. По пути решил посетить еще одно легендарное место. Это так называемые поля. Здесь даже въезд культурный есть летом на поля. А внизу этих полей, пару лет назад, мы видели приваду на медведя. Вот так вот. Видите, какие тут красивые? Откосы, террасы. Нива моя стоит. Террасы, откосы всякие. Поля-то растаяли, однако. Красота, благодать. Даже почти никак не проваливаешься. Ширика страна моя родная. Так видно все хорошо, пока трава не выросла. Летом все будет закрыто травой, закутано уже. Видимость будет не такая. Несет свои воды реченька. А это остров. Вот это вот. А там, видите, полностью течение все. Еще лед по берегам стоит. Камни вот такие крутые. Птички перекликаются. Надеюсь, что-то что-то сжег. Сvalry. Субтитры сделал DimaTorzok. посмотрите вот здесь вот даже небольшая норка есть птичка влезет по моему возле этого камня даже как-то я сидел отдыхал на нем его стоит за поворотом вот это метров 30 наверно ближняя дальние метров 50-60 красиво а утка 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 первая уточка взлетела ага утка весенняя прилетела такая хорошая уточка одна ой прямо чуть сердце не выпрыгнула от этой утки охотник называется утку не спалил он полетела . далеко-далеко против ветра летит как обычно как положено здесь у нас скалы высокие что не